я не знаю это вон там вот искатели вы к искателе я здесь живу на уголек я понял я беру просто да в гости познакомиться хотите кушать да нет у нас есть ты хочешь кушать я пить качу пить а ну там колонка в переезде впереди проходите там попейте там кто то а кто то открыть дверь отлично ваш товарищи отношусь а ну да я 10 штук ну проходите у нас я верю в воду если хотите угощайтесь у меня есть для вас спасибо это как его очень питательные баклажаны и я хотел бы погодите один же человек у вас ничего это самое главное это самое главное нет я не знаю я поняла а кто сам я главный но иди человек пей а я буду говорить человек да и пойдем отойдем о слушай как тебе звать почвы я соответственно бролеса давай отойдем вот сюда потому что там у нас с вами я те хотела знак как разумные разумы а в знак нашей дружбы выделить парчук кабачков по трошке все равно 54 пачки так все выключил то на мощном почве то сейчас я в общинах их не понимал и соответственно 27 а вот забирай их можно сажать так это нам в знак чего в знак дружбы можем будем обмениваться если у вас будут какие то семена вы нам тоже приносите ладно или мы к вам зайдем а что вам предпочтительный томаты тыквы перец томаковые тыквы перец вот возьмите еще сколько с говядиной вкусной да нет под стейк не надо пассивной нафи ну ладно я тогда сам скушу не возражаете да да конечно так значит вам нужно будет семинар правильно но если мы найдем вам то что нибудь отдадим просто у нас пока их нет а в каком количестве примерно да сколько есть только и давайте мы люди не проверяют любые ну без проблем либо мы в следующий раз приведем либо вы туда заложите отдадим ага хорошо вас найти же легко да ну вот ниже горки до заправки от заправки направлены там там недалеко а если пуча не будет кого спросить смотри сейчас я зал и еще итальяне у нас есть глава иисус но он пока вот ездил сейчас нет шок но можешь принцип к любому обратиться я всех предупрежу шо так и сделаем это самое а вы чё вам к искателям наверное да может быть я хотела бы зайти мы просто в гости заехали вообще-то ну ваши люди просто уже раньше заходили я просто не мягко не общался толком но мы не все заходили ага а это расскажи про то что в горке шмаляют постоянно да там какая-то стрельба не в курсе нет не в курсе но я единственное за что в курсе что там аванпост спасителей и возможно это привлекает излишнее внимание людей я так понимаю их аванпосты раскинуты по всей территории и я полагаю что проблемы локально могут возникать там где они эти аванпосты строят и горка это одно из таких мест до этого что-то не замечали ну я думаю потому что вы может быть не так часто везде курсировали по другим районам возможно сегодня просто что-то прям целый вечер шмальба ну выбирайте пути объезда если у вас есть какие-то предложения на эту тему давайте их тоже обсудим предложение по поводу пути объезда? нет ну вот там стреляют вы что по этому поводу думаете? думаю конечно нам это не нравится пока у нас не стреляют как говорится нас особо это не касается либо наших друзей а кто ваши друзья? ну я так полагаю вы тоже наши друзья? не ну это понятно как бы мы с вами друзья а может быть у вас еще какие друзья есть? да ну сегодня с американской армией познакомились они ваши друзья? пока не знаю они нам вакцину какую-то предложили по чём? по чём? по чём? я не знаю они нам вакцину какую-то предложили ну они какую-то цену за это спрашивали из вас? ну они сказали на первое время парочку дадут на пробу я же не буду брать у них вакцину просто так знаете попробовать может они нам наркоту какую-то предлагают а мы потом выберем для поэтому мы его нашли поэтому попробуем вообще что это? да я вообще не знаю американская армия вроде одеты как армия а там с первого наверное стоит что значит как армия? а что у них за форма? они как кто одеты вообще какая представители какой армии? какой вот войск? ну они сказали что они американская армия я таких подорезления в американской армии не видел они как-то отличаются от американской армии? да я не знаю что они так одеты но я как бы не старался чтобы нас тут каждый второй воедет да просто их было много нас было мало я как-то особо не стал распросят ну они были на какой-то технике может быть специализированы на хамере понятно но у вас я так понимаю хамер тоже из армейских запасов? да спешили они вам не предъявили за то что они из американской армии вы на хамере ездите я в армейском ну они ж не видели что у нас хамер но они спросили продаем ли мы армия ааа и какие у них прайсы? нет они спрашивают я так понял они изъять хотели потому что они сказали что это не торговно ага понятно а у вас вообще как проблемы с оружием? если мы торгуем оружием то походу им это не нравится я понял а у вас проблемы с оружием в принципе есть? ну как знаешь как не все свое есть личное чуть-чуть патронов да и все для охоты пока хватает вы у кого-нибудь их покупали или знаете кто-нибудь этим действительно торгует? может черный рынок какой? нет нет вот этого я пока точно не слышу нет пока еще не встречают кто-то торгует или продает да понятно один из наших еще королевство какое-то нашел на берегу мы хотели познакомиться что он один был хотели попросить гвозди но нас спасителя нагнали у них там разговоры какие-то начались нас попросили уехать а вы как со спасителями общаетесь? ну как приезжали один раз нам как вроде сказали что вроде они приезжали а вроде не они у нас человек один пропал до сих пор его нет уже недели но у вас с ними какие-то отношения есть? какие-то отношения торговые может быть? на второй раз приезжали они в гости ага ну я не знаю дизель-то это был? когда они приезжали дизель это был когда спасители приезжали? а не не ну в общем они грубо говоря предложили свою охрану принудительно не знаю как помощь это или охрану ну как отплатывать потребы да мешок еды не то что мы выращиваем а консервов консервов раз в неделю а у вас уже все семена есть? вы уже все выращиваете? все что все возможны культуры? ааа слышишь там по рации передают что кто-то на наших ворот стрелять кто-то там приехал нет сейчас подождите рацию вкли а есть не секрет вы на какой частоте чтобы можно было с вами связаться? самый последний ага что бы иметь в виду что бы иметь в виду вот нам так я вам наверное оборот тогда открою я так понимаю вы нас покидаете скорее всего что что сюда мы еще аппарат с вопросом мы подадим ага 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 слышишь а у вас еще вопрос какие к нам есть и вы можете еще кого предъявили эту в сфере так как я тебя нашим костюмином я только так и другому там что то персонально кроме хилта поедет в услугу как я знаю 10 штук 10 штук да именно так мы просто после апокалипс зомби перебили всех моих родных и я стал столько любых ненавидеть что поставил вся цель убить 10 тысяч зомби но так медленно следую ей интересно но я брались короче если что обращайтесь я своим бойцам расскажу вот у нас на спине вот так написано но приятно познакомиться да если что приезжайте желательно если какие то события выходите на рацию на связь предупреждайте да если надо там как то координироваться будет по поводу каких то вопросов вот ой спасителями на данном месте занимаются наши охраны за это получает определенное вознаграждение и тут недавно было такое событие приходили какие то значит подстрекатели такая группа подозреваем что они где то тут неподалеку поселились хилос летают этот бренджелет явно тебе не принадлежит а дай мне его кидая на землю в рюкстане только не уходи от меня далеко если ты показал так вот так вот короче приходили ребята следите за ним пожалуйста а кто ты вообще такой то не знаю я с ним позже поговорю пускай рядом стоит если что я его убью не переживайте если я открою по нему огонь все будет это нормально это порядочная мотивация но смотри мотивация такая приходили ребята и ее подговаривали нас а пойти значит против спасителей воевать а значит после этого они еще просили повязки нас за нашей фракции охраны александрея закрепленной синие повязки они просили у нас эти повязки чтобы в этих повязках нас компрометировать и пойти воевать против спасителей ну мы им отказали спустя какое то время когда они приехали сюда в гости эти спасители эти ребята были с ними и карл граймс сын рика граймса определил их как и тех людей которые поддували нас то чтобы пойти против них воевать спасители начали их допрашивать я так понимаю что какая то информация подтвердилась они были собственно обозначены среди них был некий питер в общем спасители их подвели к одной стене александреи и расстреляли и в этом принимали участие непосредственно реграймс и его сын то есть они расстреливают их людей и но они как одиночки были неизвестно и в тот момент когда собственно над ними был суд даже еще не расстрел наверное с вот стены вот вернее от тех высших приблизительно как мы полагаем ну может быть из соседних лесов по александреи был открыт огонь мы не знаем кто это стрелял мы не нашли тех людей которые могли кто это мог открыть этот огонь мы подозреваем что эти люди по прежнему могут обитать где то рядом с нами и что самое главное свидетелем этого были те люди которые находились в этот момент в александреи соответственно искатели спасители мы и еще пришел один военный который тоже предлагал вакцину но мне гусь ничего не предложил этим спасителям только предложил а мне не предложил как будто бы к ним гости пришел сюда а не к нам вот потом спасители сели в машины и уехали вот бролись перебью еще сегодня что я была со стороны галтаря стреляли по итальянцу откуда стреляли? ну вот с вышек по итальянцу стреляли как раз таки он начал стрелять в ответ и я подбежал вот сюда вот к воротам увидел что он бежит и соответственно смотрел кто стреляет но никого не видит он сказал что какой-то выживший причем выживший с автоматикой таких выживших я считаю нужно отстреливать как гадину последнюю я думаю здесь не самое безопасное место но нужно посмотреть для безопасности наших гостей просто иногда так люди как бы звонят в звонок там что они пришли и возможности до нас достучаться ну вот я подумал что вдруг то ну короче я не рекомендую здесь сейчас стоять это небезопасно отойдите вниз ну вот смотрите ну я не знаю что это сейчас я пойду к тем воротам схожу посмотрю ага сходите ты мне эту штуку поддашь? а что мы не делаем? я съест на вторую достукать зачем ты вообще взял? отложил на время отдай мне ее я дам тебе другую одежду пойдем в чем это дело заходи зайди сюда возьми одежду которая тебе нужна возьми одежду которая тебе нужна сейчас смотрю где нибудь здесь есть была клава может прикинуть чем соль куда ты не считаешь что это полевно? что это все такое? а какой у меня голос нормальный? или свой или чужой? ну не твой родной естественно измененный блядь прости бронис за броник прости меня и штаны я потом все отдам блядь просто блядь 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 ну у меня салтов не было у меня вся форма хильтопа как бы я не хотел одевать даже этот смерч он только хильтопал а у меня это лут это да может тебе скинуть скинешь может что нибудь тебе может что все не надо сейчас с собой нет? да я тебя дам я не знаю так твоя рюкзак че нету рюкзак да ты я понял что 10 минут буду в твоей охране если че вот возьми рюкзак отсюда потом сюда положишь а броник отдай мне есть ты палатку я вот там взял да хорошо ну положи туда где взял и размести что тебе нужно давай одежду тебе другую оденем да не все похуй я этот рюкзак потом отдал ну да не забудь только короче здесь одного уже не хватало здесь одного нету я его не брал ну здесь может быть тогда можешь меня отыскать меня только штаны я взял и все я не забываю тебя обыскивать вспомни где ты его брал положи туда же да все прости блять ну просто а когда меня выкидывает там выходит итальянец кикает где ну мне падает сервак постоянно я не знаю из-за чего из-за пик я обращу внимание но в последнее время не видел а хотя на самом деле по моему да тебе сейчас кикало было писалось да ну нет походу меня таки спалили блять а что у тебя с ними какая-то проблема да какая если секрет достали блять ну отдохни отдыхаю ты броник положил или он тебя в руках до сих пор положил в палатке просто у меня отображает что он у тебя в руках возьми а он сейчас все мне в руках до сих пор он у тебя в руках возьми что-нибудь другое в руке там оружие какое-нибудь так у меня СКС в руках ну возьми а у тебя СКС в руках ну тебе надо было перезайдеть сейчас ну сейчас я перезайду ты забаговался я тогда выйду ты же сможешь отсюда выпрыгнуть вот через палату да 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 я как бы с ними дискорде послал наху всех послалов простите будете выезжать да да можно у нас выйти мы там попозже к вам заедем либо утром доброй дороги ты сказал скидывай броника там в твоем бронике там будем все мои вещи ха 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 без доброго всего доброго блять мох отыграть же я твой охранник они типа я сейчас его расстреляю что это за фраер ну извините ну ты знаешь меня я ж не буду делать всякие глупости нахуй ты вообще сюда выпрыгнул с этим блять броником в руках ты не даунли охранник мой охранник ходит как минимум в моей форме если бы ты выпрыгнул в моей форме я бы тебе ни слова скорее всего не сказал я бы просто потом тебя выебал возможно а может быть и нет я не знаю так в твоей форме так нет же у тебя кофта какая то не моя ну надо было все мое одеть всю мою форму тогда бы вопросов не было какая разница принципиальная ну то есть у тебя элемент моей формы я не могу такого допустить чтобы мою форму носил не мой сотрудник на александре но ты мозгом то думай так хилтами постоянно ходят как бомжи одевают что хотят кто искатели хилтапа у нас нет рюкзаков они постоянно носят рюкзаки а че ты их нахуй послал я не понял зачем ник и сокол оскорбляют постоянно что смысл ёбан рот бролес да можешь нам выдать нашу канистру и радиатор а у вас канистра с чем было с водой хорошо сейчас она в хамильдер я знаю да 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 и что еще и радиатор один хорошо вам итальянец так уже песню пел как и мне сейчас какую что его все не любят да понятно и че и ты тоже не любишь винить обожаю ооо ты блянь а как не сделали такой голос блянь как ты делаешь это абрахам погоди пока мы перед чем у тебя сидит на вопрос согласись вот так голос его звучит значительно адекватнее согласись ну так то да ахуй пидоры блян вообще супер щас спасибо мы шли с тобой с собой у меня короче гриша его блядь люди гришу просто сбили в спину и уехали блядь 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 это да он короче они приехали это да он короче блядь ооо ху а это кто охранник ввч блядь обычный выживший привет здорово как тебя зовут бро спидорукал меня да по сути не охуел ли блядь а я здесь живу просто выживший ну да здесь очень красиво мне нравится да мне тоже здесь главное спокойствие к дороге от тебя как звать на что говорил а я не слышал уголек ты запомнил как его зовут василий вот его василий ввч да вывачья будет служить короче роли никого из ваших людей не было на базе когда приезжала машина с такой мустанг с кровью типа справа слева там на багаж я не в курсе я не в курсе я не в курсе может и были я не в курсе колеса от гюнтера скомунизить три штуки ходили упражнения насколько я знаю это люди нет они у галька они у галька просит да у галька есть гюнтер охуительный гюнтер а где твой гюнтер в гараже стоит а где у тебя гараж есть не скажи мне секретно на александрике там где мы домом что ты забралишь ты не знаешь где гараж а человек же человек а где у тебя гараж прикольно я везде у меня в гараже налево охуительный гараж я в этом доме уже давно будет нет я знаю что я знаю что не должен гараж супер все супер может не показывает ладно откуда они знают что у тебя есть гюнтер не знаю они пришли короче мы на входе стояли они типа слышь пацану дайте нам короче колеса в гюнтер мы такие типа ну как у нас колес лишних нет да чё-то учебают типа у вас гюнтер там стоит где подает нам колеса херс 2 там на улице просто стоял а откуда они знают что у кого-то есть гюнтер я понять не могу понять не могу а вот я к сожалению не знаю но они прямо может они привлекательные есть может быть наш гюнтер стоял там короче ну возле церкви но я вот решил переставить у греха подальше в горах конечно 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 только короче одной двери не хватает все пытаюсь найти заднюю правую дверь да все закрывай давай показывай только тут невидимая стенка зайти пока не получится не знаю почему чет слава ворот нам переделать как я понимаю гирлянды с палатки снять не можно когда вы идёшь внутри понятно ну это самое василий даже не пробуй но не получится так но он не чуть-чуть мешает то он сейчас напарится на колючую проволоку скорее всего он корявый просто пожить корявый нужно пожить я боюсь его из александре и вообще посажусь я там водку и выпускать не буду скорее всего скорее всего пускай внутренне пока чтобы его людей на колдись у меня отличный открытый гаражик пустой у нас просто сам чем было две машины до этого а вторая была у нас было две волги потом волга и нива потом шторм все снес печально ну да вот поэтому у нас так вот большой двойной гараж на двоих и на две машины да зря вы короче да палатку там так поставили надо было в кость наверно как-нибудь тогда машины нет сегодня случилось причем в этом три дня все нормально было сегодня вот эти ворота если вам все сейчас разобрать во первых и стенка пропадет а во вторых палатку переставить и настроить над домом например подстройку какую-нибудь чтобы там палатку вот на крышу а я вот именно хотелось чтобы машину не стояла короче сегодня было посмотри когда это появилось эти ворота были металлические но так как нужны нужен был металл на вышке я его снял и поставил дерево и вот теперь началась эта фига я предполагаю что просто надо ворота снести за на какие вышки с той стороны нижний вход александр начали строить наконец-таки уже построил для сбылся не видеть просто ну ладно хорошо а мы целый день рубили пилили и строили с этим зазой понятно лучше биггерлянду ночью зажигал давай тогда попробуем решить эту проблему я те тоже листы тогда выделили что у нас есть я думаю наши ребята не сильно огорчатся если ты нам порогать давай я не против у меня вроде один лист даже но я сейчас тебе принесу я сейчас тебе вот так а ты эти тогда пока разбирай ладно пока разбирай ладно окей тебе нужна помощь нет так этот человек видел меня как бы в моей форме а почему блять я не понял что это я перьянь некоторые люди такие вещи не выкупают я на одном алтифайфе играл у меня два аккаунта армии и я заходил с разницы в полчаса общался с одними и те же людьми и они не вырубали что до этого общались со мной вот они думали что это два разных человек вообще у меня же голос один и тоже представляешь степень а ты голос не менял нет ничем абсолютно здесь как бы я форму сменил так я при них типа ты же меня завел в свою базу при них но я уже там переоделся ну они подыгрывают может быть я не знаю или охуевают может подыгрывают парпет я не понимаю как бы не знаю как сказать парпет я чё ты сволос и чё ты в хил то вообще не думаешь раз сейчас пока иисус не вернется что ли а я не знаю ну вернусь блять когда захочешь ума там я сейчас не хочу с ним вообще играть ну какой то давай договоримся с меньшими к ним реально больше побыча пока и тебя не будут палить если ты никого в друзья там не добавлял реально побыча какое то время вы чешникам пропишем тебе ролик договоримся если хочешь с админами так но в принципе наверно можно и договариваться а не в дискорде твое имя стою ты будешь молчать все это время тоже охуительный вариант короче деревяшки снимаешь ну зачем молчать я могу использовать вот этот волос там еще дохуя голосов есть все таки из-за деревяшек вот 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 да 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 сейчас попробую вот и назад можно зайти даже в машину слушай а сними сними сразу тогда бенгальские огни если ты можешь снять но не бенгальские или ты не можешь внутрь зайти именно не могу а сними сразу тогда огни вот эти может быть из-за них тоже такая фигня ну по крайней мере проверим строить не может да а не вечером строить строится началось это либо из-за огнений потому что их тут сегодня повесил либо из-за деревьев гвозди гвозди просто ищет пока ты липас супер столбом кофер и нижняя металлическая стену блин фигня короче ставишь забор и опять не можно сделать короче ставишь забор и нельзя почему-то снимаешь уголек валик уголек листы я заберу и оставшиеся против я их снял а снял снова что случилось ну вот короче ставлю листы и нельзя выйти причем как я понимаю из-за нижних проблем а может и заверить давай ворот переделаем давай ворот ну наверно чем переделать ворота ты если их смотри поставишь прям в рове не откроем вот так асфальту может быть ну во первых туда и так зайти нельзя будет по большому счету наверно ну как на тех вперед более выдвинуть чтобы не прощелки не было и может они работают за можно не работал вот блин странно то что они работают мне кажется из-за того что я все-таки начал снимать сегодня железо с них и переделывал на доске потому что больше ничего не менялось а сетка вот который ты повесил она была все время ну слушай в любом случае можно машину по крайней мере там я не знаю перегнать палатку переставить пока у тебя одна и может быть этот вопрос будет не столь принципиален потому что те-то ворота работает нормально открывается открывается ну да логично только там из машины все вычить не поезд палатки вычить все не буду она битком зайди посмотри там 500 и там всякого всякого мы хомяки что я что сан саныч 2 хомяка блин встретились слушай ну на самом деле я могу в себя обсосать большую часть и осташуете ты в себя шашу переставим цвета переставим палатку можно ее просто дальше например элементарно поставить там же еще есть еще что будем делать что будем да давай попробуем хомяк а ты не знал что вот эти пакеты зеленые можно закапывать но еще не времени не был что знал что на и ящики желтые и кастрюльки и что после гюнтера мне так и что у нас есть василий че василий замерз подожди давай дождемся пока василий отмёрзнет все равно не я стою смотри как а мы сейчас постоим чуть да нет это может быть сам воскресенье у тебя гвозди прям внутри были в смысле внутри а вот тут я перекладываю тут у тебя коробка гвозди лежит перекладывали на я сегодня полторы коробки отдал сказал что у меня больше нету оказывается еще были 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 я смотрю семена копчика пошли в народ мы слышали думали я иду погуляю чего погуляешь ну сходи только блин рюкзак проебать этот нельзя сам понимаешь да забирайте можешь забрать м ну если что давай это самое как нибудь сейчас вяжемся папаш что дайте нужно вернуть ничего если ну если ты что то брал то что нибудь верни а так не знаю Все, спасибо, что я пошел, давай. Давай, 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 приходи. Спокойной ночи. А может ее... А, ладно, пофиг. Ну просто подальше, ну просто подальше туда воткни. Ну да, до конца, до самого забора. Отходи. Ворота тогда придется переделать, да? Или она заедет? Да, заедет. Да, заедет. Ну заезжай тогда. Я пока накладывать не буду. Как мне сейчас слышно, нормально? Да. Но все равно более грубый, чем в обычном. Подвинься. Грубый? Ну я не знаю. У тебя обычно другая интонация может быть. Не знаю. Ты, наверное, нормально поставил? Ну да, нормальный. Это мой голос. Вот, 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 все, теперь нормальный, да. Обычный, вернее. Я не могу сказать, что он нормальный. Ах ты. Блядь, иду я в хильтоп. Выйду и не знаю. Я вообще думал, аппарат обратно идти к игре еще. Ну тоже. Когда он сказал своим парням, что у них в пятницу отдых. Я ему, как бы, течаю об этом анархии. Ты, императора, все, блядь, и слушаться. Я просто сейчас работаю. Поздно захожу. Десь. Понятно. И буду, блядь, умолять Лорекса на коленях. Че? Чтоб сделал меня админом. Ну, он не хочет делать тебя админом. Ты сам же об этом знаешь. Ну да. Если что не улазить, давай в рюкзак скинь. А то от него постоянно какие-то причины. Сделать меня прокуратором, админом. Блядь, не знаю, лидером. Он даже меня лидером не сделал. Я ему сказал. Ну, я Лорексу сказал. Иисуса пока нету на то время. И можешь дать мне лидерку в его отсутствие. Он сказал типа плюс. Ну, пиз... Че, это... О, ща. Железо оставлять назад. Железо оставлять назад. Железо оставлять назад. Щас я разобрать хочу. Ну, и снять проволоки, замки, что и за нос собрать. Может бы так помог. Ща, с угольком РПШ потом расскажешь. Давай. Давай, давай. Мне кажется из-за этого из-за петель какая-то херня. Попробую. Ты плоскогубцы-то взял? Они у тебя там... Они у тебя там... Да, да, у меня. Я уже поставил все у нас. Закроешь, пожалуйста? Угу. Спасибо. Ты выйти-то тут сможешь? Ща посмотрим. Смотрим. Сейчас верхнюю с чем построим. Мне кажется, это из-за нижнего ворота. Все, выйти можно, зайти нельзя. Ну да, надо сносить. Сейчас мы сделаем по-другому. Отсюда же я зайти смогу? Да, можно. А, блин. Да, можно. Ну, ты не до конца, видимо, вставил там что-то. Ну да. Можно было бы подальше воткнуть, на самом деле, чтобы вылезало четко даже. Все равно внутренне посмотришь. Все равно внутренне посмотришь. Все равно внутренне посмотришь. Вот что да, да ладно, фиг с ним, короче. Ну, второй раз теперь делать не будем. И так работает наполовину. Согласен. Пока работает, пусть это второй сворка работает. Я улучшаю эту смысл еще. А ты не видел, там скотч был? Не помню. Что тебе потянуть, давай потянем. Не надо на асфальте давать никогда. Не, я скотч. Давай-давай, я сам починю. Уже на речи не нашелся. А, ты что? Что, у тебя скотч один, что ли, всего? Что, у тебя скотч один? Нет, он просто здесь лежит в доме, лежит, а с собой не было. Ну, ты даешь, как можно с собой без скотч? Ты даешь, как можно с собой без скотч? Мы с Санычем на этом Гюнтере застряли в лесу и с Дубровки в горку поперлись, через лес решили сократить. Полтора часа мы его пытались вытащить, но выехали. Сума, конечно, не сошли. Мы, короче, на дерево заехали и все, и встряли. И началось съем колес, вверх-вниз, влево-вправо. Погоди, а кто такой Саныч? Погоди, а кто такой Саныч? А, это вот он там напротив живет, получается, в нижних домах. Он тоже просто выжил. Слушай, Уголек, а тебя вообще, в принципе, можно соблазнить в ВВЧ-то вступить или нет? Не, я не хочу, я уже был в группировках. Я больше... Больше по одиночке. Как выживший, да? Одиночный караж, да? Ну да, мне очень нравится, например, то, что я здесь искал, если спаси... Погоди, я пойду, гляну, что там постреляет. Давай, давай, давай. Толь и Анец? Бролись. Может, конечно, плохо вижу, но, по-моему, тут кто-то к нам... Может, снова ваши на автобусе переехали? А может, и ваши, я не знаю. Ну ладно. Ну, посмотри, кто там. Залазил сегодня к искателям. Он спрашивал, что-то изменилось? Нет. В итоге две башни построили, даже не сказали. А что? Приветствую. Кто такие приехали? Королевство какое-то. А, королевство какое. Проходите. Здравствуйте. Почему лучше загнать, а то у нас тут вводятся разные еще? Угнать. 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 Королевство, блин. Иду я назад. А, ну это... Кто-то может поставить и загнать. Хоть с ними парпэшю. Да, камеры еще приезжают. А, Хаммер это ваши, ребята? Да, да. Да, да. Да, да, наши. Да, это наши. Угнать. Ну вы хоть вытащите там какие-нибудь свечи. Какие-то колесики. А, бензин слейте. Ну, Хаммер вполне может сюда заехать на самом деле. Хотя охрану, конечно, лучше оставить. Охрана, конечно, лучше оставить. Не случится. Я для отличия. Всем, наверное, не стоит внутрь заходить. Действительно лучше оставить здесь людей. Алёра? Пошли, пошли. Ну, нет. Можно оставить двух наших людей на вышках, чтобы они следили. Ну, принципе, да. Мы можем оставить двух ваших людей и ВВЧ-шник одного. ВВЧ-шник одного здесь вообще одного. Законтут, в принципе, я один. Да, вот я, да. А, ну, значит. Так что, короче, давай, оставайся здесь, бурж за главную идёт. Да, ты можешь поставить. Окей. Спасибо большое. Давай познакомься. Там. Благодарю. Так, тут выговорит. Питер. Королев. Мужик. Здорово. 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 Вас топнул. Бензин. 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 Не, не. Бензин. 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 Бролис. Я начальник охраны Александрея. Вот. Кто у вас по безопасности отвечает? Я тебе. Ну, я могу только... По безопасности я Ричард. Да. А, Ричард. Отлично, Ричард. Будем знакомы, Бролис. Хорошо. Бролис, приятно. Это Карл Граймс. Ты с ним знаком? Да. Нет. Это сын Рика Граймса, лидера Искатели. Здесь живёт. Начальник измерений. Что же? Понятно, Ричард? Я Ричард. Эх, где она? Бензин. что, покурить или что? Привет, знакомый. Здравствуйте, дночки. Это самый параллельчик. Скажешь мне чистоту своей рации, чтобы в случае чего с тобой можно было по безопасности связаться? Ну, чистота у вас есть на рации какая-нибудь? Понятно. Продолжение следует...